В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пограничники первые встречают наших гостей приветливо. И первые отражают врагов. И с честью с этой задачей справляются. Спасибо вам огромнейшее. Я поздравляю с праздником, добра, здоровья, счастья, благополучия и мира. Это в их ведении охрана территориальных вод и морских биологических ресурсов. Это они стоят на страже северных рубежей России. Сегодня фуражки с зеленой тулей, как и десятки лет назад, атрибут мужества и настоящего профессионализма. Ведь выдержка, самообладание и беззаветная преданность Отечеству – качество пограничников на все времена. Сам тоже был таким. Вот знак, например, отличный пограничник. В 49-м году был учрежден, и я первым в части, и одним из первых в округе, в союзе, был удостойен вот этого. За особые профессиональные заслуги сотрудники погрануправления были отмечены почетными грамотами. Завершился вечер выступлением Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. Около 500 заявок от молодежи региона и гостей 13 стран мира. Таков масштаб 6-го Архангельского международного форума «Команда-29». Подробности его организаторы сегодня рассказали на специальной пресс-конференции. 2 июля на лыжный стадион имени Кузина уже в третий раз съедется активная молодежь региона. Энергия ребят будет задействована в трех направлениях – образовательном, мотивационном и общественно-политическом. Форум обещает быть богатым как на практические семинары, так и на дискуссии, в том числе с участием глав муниципалитетов. На заседании совета, на вполне взрослом и серьезном, главы муниципальных районов и городских округов подискутируют вот именно в формате проблемной дискуссии. Какие у нас есть проблемы по реализации молодежной политики. Безусловно, проблем очень много, да, и в отношении обеспечения жильем молодых специалистов, и в отношении молодых семей. Дискуссии и интересные встречи ожидаются на всех девяти площадках форума. Это и молодежное самоуправление, и предпринимательство. Кстати, в этом году площадок больше, чем в прошлом. Мы добавляем в этом году патриотическую площадку, очень большую, и у нас добавляется вот такая именно международная крупная такая составляющая. Участники форума также будут иметь бесплатный доступ к сети интернет, так что следить за работой тематических площадок можно будет и в социальных сетях. Хэштег «Команда29». Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Панорама Севера. Архангельские студенты открыли третий трудовой семестр. Сегодня трудовые путевки получили командиры 31-го стройотряда «Поморье». Этим летом ребята разъедутся за тысячи километров по всей стране для работы на стройках, сельхозугодиях, проводниками в поездах, спасателями и педагогами. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Строотрядовское движение области растет как по числу людей, так и по количеству направлений. В этом году архангельские студенты впервые поедут за сельхохозяйственным опытом на уборку чая в Сочи. Бойцы отряда «Ганвик» проведут уборку и благоустройство очередного участка арктических территорий России. Будет продолжена и славная традиция всероссийской студенческой стройки «Поморье» на космодроме Плесецк и в городе Мирно. Ребята востребованы и конкурс очень большой был в этом году на всероссийскую студенческую стройку «Поморье». Более 500 заявок на 200 изначально мест в результате переговоров с работодателем. Нам удалось увеличить количество участников стройки до 320 человек. В этом году в нашей стройке приняли участие 13 регионов, 15 отрядов. Движение на сегодня объединяет более полутора тысяч бойцов, ребят, которые в свободное время предпочитают трудиться. Это достойно уважения и самое главное – это возможность для студентов, для молодежи получить дополнительный заработок. Заработки колеблются в зависимости от вида деятельности – от 25 до 90 тысяч рублей в месяц. Расходы на оплату проезда и медкомиссию берет на себя правительство области. Но не рублем единым живы стройотряды. Это не только заработок, это не только производство, это еще и настоящая дружба, вовремя подставленная плечом товарища. Понимание, кто на что способен, умение разбираться в людях. И все это можно многократно переселять, многочисленные необходимые качества, которые потом позволяют достойно проходить жизни. Для многих стройотрядовское движение стало настоящей школой жизни. В этом году он отмечает свое 55-летие и 10 лет возрождения в новой российской истории. Празднование юбилея состоится в конце ноября в Москве, где по море представят 39 лучших бойцов по итогам сезона. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В Архангельской области начались выпускные балы. Со своими учителями прощаются более пяти с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Золото и серебро вручат лучшим выпускникам школ. В этом году на выпускных впервые учреждены региональные медали за особые успехи в обучении. У тех, для кого школьные годы были не только чудесными, но и максимально наполненными знаниями, выпускной вечер пройдет на медальной высоте. Правительство региона по инициативе губернатора Поморья Игоря Орлова разработало предложение по поощрению талантливых выпускников. Были внесены поправки в законодательство. В итоге настоящая Россий Пнаград уже готова к отправке в районы и города области. Мы выполнили все свои взятые обязательства и за кратчайший срок изготовили эти медали, сделали соответствующие документы, порядки, разработали и так далее, для того, чтобы ребята наши получили вот эти медали регионального значения. Региональные медали не дают преференции при поступлении в вузы. Тем не менее, это знак признательности за усердие и старание, которые продемонстрировали выпускники. И, конечно же, это память о школьных годах, которые действительно оказались золотым временем. Ну или серебряным. У кого как. Что касается количества ребят, которых мы готовы поощрить, и цифры примерно уже есть. Есть по золотым медалям по всему региону. Это 327 ребят, по серебряным 142 выпускника. Среди муниципалитетов наибольшее количество медалистов за выпускниками школы Архангельска. Что касается федеральных медалей, то в этом году на уровне правительства страны было решено вернуться к этой практике. Так что у некоторых отличников Архангельской области будет две медали. Российская и региональная. Но это тот случай, когда больше – лучше. А у слушателей президентской программы сегодня состоялся 16-й выпуск. Наш регион включился в этот проект с самого начала, в 1998 году. На сегодняшнем выпуске был вручен тысячный диплом о прохождении курсов повышения квалификации по президентской программе. На церемонии награждения побывал Виктор Кузнецов. Юбилейным тысячным владельцем диплома выпускника президентской программы в Архангельской области стала инженер ЖКХ из Северодвинска Людмила Селезнева. Вместе с коллегой в рамках обучения они разработали проект по внедрению энергоэффективных технологий в многоквартирных домах. К техническому образованию Людмила Селезнева добавила большой багаж управленческих знаний. Расширился круг общения, дальше знания новые, потому что я в принципе инженер, ПГСник, а здесь мы учились по направлению менеджмент в бизнесе, для меня это совершенно новое. Это можно в дальнейшем использовать при реализации новых проектов. Программа подготовки управленческих кадров работает в России с 1998 года. В ее рамках в Архангельской области более 200 специалистов прошли стажировку на предприятиях за границей. Все выпускники успешно реализуют полученные знания в различных отраслях народного хозяйства и в органах власти. Сегодня сложились целые управленческие команды выпускников президентской программы на крупнейших предприятиях Архангельской области. Это предприятие города Северодинска, Севмарш, Звездочка, это предприятие лесопромышленного комплекса Архангельской области, это предприятие теплоэнергетики, предприятие связи, поэтому мы очень рады тому, что такие команды складываются, и они успешно управляют и руководят организациями, которые приносят прибыль и увеличивают налоговую базу в Архангельской области. За полтора десятилетия президентская программа доказала свою эффективность. В Архангельской области на следующий учебный год на обучение уже подано более 100 заявок. Виктор Кузнецов, Алексей Шершов, Панорама Севера. Продолжаем тему выпускных. Прощание со школы для каждого ученика – это один из самых незабываемых и ярких праздников. И сегодня в рубрике «Вопрос дня» звучат самые теплые и искренние пожелания в адрес всех выпускников Архангельской области. Чтобы вы нашли свою дорогу, чтобы вы поступили в учебное заведение, которое вам по душе, чтобы вы их окончили, чтобы нашли свою профессию, которую будете любить, которая вас будет устраивать. Старайтесь быть порядочными, хорошими людьми, и тогда все у вас будет хорошо. Дорогие выпускники, я желаю вам успешно сдать экзамены, которые вы уже, наверное, сдали, хорошо поступить в университеты, в колледжи и, в конце концов, получить хорошую работу. Выпускники, поздравляем вас, желаем вам удачных сессий, клевого лета, поступления удачного, и также море впечатлений, ведь самое интересное еще впереди. Всех выпускников поздравляю с праздником, с выпуском. Желаю удачи в будущей жизни. Да что в таких случаях желают? Говорить-то трудно, ностальгия, потому что... Поздравляем дорогих выпускников 2014 года, желаем им зеленого света в их жизни, ну и также удачного поступления в вузы нашего города, города Северодвинска, ну и в вузы всей нашей страны. Продовольствие на безопасность в отдельно взятом следственном изоляторе. Огурцы, редис, морковь, картофель. Неполный перечень овощей, которые выращивают в СИЗО номер 4 системы исполнения наказаний Архангельской области. О секретах овощеводства и урожая в материале Виктора Кузнецова. Следственный изолятор номер 4 входит в единую систему ФСИН, а ее руководством взят курс на самообеспечение. Прежде всего продуктами питания. В СИЗО 4 упор делается на выращивание овощей. За тот год у нас по плану было около 6 тонн, мы должны были собрать урожай. В общем, а собрали 7, да, но это немало. Особенно уродились огурцы. Сами сотрудники считают, что лучше, чем в их теплицах, для засолки не найти. Секрет знают. Нужно встать с утра, обязательно. Полить с утра, полить вечером и не забывать отщипывать пасынки. Кусты, которые посажены были рассадой, вот, они уже, в принципе, начинают созревать. Первые свежие огурцы здесь уже крошат в салаты. Но основной урожай поспеет недели через 3-4. В прошлом году в сутки снимали бочками. Впереди свежий, да, сейчас только вырвались теплички. Сладкий, вкусный. Сорта Преста, Игорек. Выращиваем огурцы, выращиваем морковь, свеклу, картофель. Огурцами 100% себя обеспечиваем. Это 100% натуральный продукт. Урожай замечательный. А секрет успеха, по словам Маргариты, Мининой прост. Постоянное наблюдение и уход. Виктор Кузнецов, Илья Самуроков, Панорама Севера. Завтра, 21 июня, подразделению кинологов МВД России исполняется 105 лет. Крепкий союз боевой собаки и человек кинологи продемонстрировали нашей съемочной группе на показательных выступлениях в Зональном центре службы. А на пресс-конференции подвели итоги работы за последние два года. В Архангельской области за последние полтора года служебные собаки помогли раскрыть 285 преступлений, в том числе 5 убийств, 123 кражи и 44 грабежа. За 2013-2014 год с применением специально подготовленных собак обнаружено изъято 600 грамм взрывчатых веществ, 10 единиц огнестрельного оружия, 1050 патронов, 19 гранат и 12 боеприпасов крупного калибра, а также 182 грамма наркотических веществ. Вот это основные результаты работы кинологической службы. Сейчас на территории региона несут службу 182 собаки. У каждой из них свой профиль. Кто-то научен искать взрывчатку, оружие или наркотики, кто-то – людей. Трехгодовалый стронг-спирит-адреналин для своих просто. Шайтан – универсальный пес. Он обучен всем видам розыска. А за тренировки начал осваивать в 10 месяцев. На задание шайтан еще не выходил. Но кинолог Мария Ярахтина знает – на посту с ним не пропадешь. Сильный, уверенный, умный. У него есть талант. Я надеюсь, что у шайтана будет прекрасный послужной список, что возлагаю на него очень большие надежды. А пока выдалась свободная минутка, пес вместе с Марией развлекаются. Служба – службой, а дружба – не по расписанию. Зайчик. Мария Воробьева, Илья Сумароков. Панорама Севера. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего города. Молодой девушке Людмиле Лопусовой, которая осенью 2011 года попала в страшное ДТП, нужна ваша помощь. В конце 2011 года на трассе М8 произошла автомобильная авария. Водитель фредлайнера, двигавшегося в направлении Москвы, вовремя не заметил легковой автомобиль у себя на пути и врезался в задний бампер «Москвича», в котором на пассажирском сидении находилась Людмила Лопусова. Это страшное происшествие разделило жизнь девушки на «до» и «после». Уже два с половиной года девушка борется за свою мечту – стать из инвалидного кресла. Что только не перенесла эта мужественная девочка – реанимация, операции, реабилитации. Сейчас Людмилу ждут на обследование и реабилитацию в клинике Гутмана, Испания. Каждый курс реабилитации приближает ее к полноценной жизни. Необходимая сумма – 900 тысяч рублей. На 19 июня собрано 635 тысяч 369 рублей. Осталось собрать 264 тысячи 631 рубль. Срок – до 1 августа 2014 года. Сегодня в рубрике «Мой Архангельск» о своем любимом месте в городе рассказывает человек, на первый взгляд, очень далекий от севера и России. Это Умеш Гопала Кришнан – дипломированный инженер, отслуживший в МФ Индии 22 года. В первый раз Умеш оказался на севере в 2006 году. Тогда он служил на авианесущем крейсере «Адмирал Горшков» в Северодвинске. Он настолько полюбил наш край, что покинул родную страну, чтобы преподавать йогу в Архангельске. Я первый раз приехал сюда в Россию в 2006 году, в городе Северодвинске. Я служил там авианосец Горшкова, который сейчас называется «Микромадития» и находится в Индии. Я три года служил там, потом уехал отсюда, в Индии, там еще на пенсии и работал, начал работать на частной авиационной компании. Я был директор там. Вот работа была хорошая, зарплата была хорошая, ну, как будто мне не хватало. Просто бросил работу и уехал в Гемалия, занимал йогу там снова. На самом деле я начинал заниматься йогой на возрасте 8 лет. И приехал сюда в октябре 2000, ну, полтора года назад, в 2012 году. И встречал здесь, вот, и поэтому осталось здесь, вот. Если вы спрашиваете, какое любимое место мне нравится, это набережная, потому что за целый год люди активно занимают, активно отдыхают, летом катаются на велосипеде, на роликах, и ловят рыбу на удочку, бегают, зима катаются на лыжах. И просто вод очень красивая, особенно, когда белые ночи и закат. Еще мне очень нравится это место в памятнику адмирала Кузнецова, потому что я большая часть жизни служил в военно-морском флоте в Индии. Еще мне очень нравится в русских большее чувство патриотизма. Как они относятся к Днём Победы, как они ценят ветеранов и военных. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Срок возможности вступить в программу государственного софинансирования пенсии продлевается до 31 декабря 2014 года. Сделать первый взнос можно до конца января 2015 года. Всем участникам программы государства обеспечат совинансирование взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты добровольных взносов в сумме не менее 2 тысяч рублей в год. Инвесторы из Вологды запустили котловскую птицефабрику, которая не работала 2 года. Из 16 птичников удалось восстановить 4. Теперь фабрика ежедневно отгружает 180 тысяч яиц, которые идут на прилавки Москвы, Петербурга и Республики Коми. В 2015 году на предприятии планируют создать современную бройлерную площадку для выращивания мясной птицы. 21 июня в 10 часов в Северном государственном медицинском университете состоится интернет-лекция ведущего эксперта России в области медиапсихологии Елены Рудаковой на тему медиакультура, информационной России и детско-родительские отношения. Как уберечь ребенка от негативного воздействия экрана и помочь ему избавиться от интернет-зависимости. Эти и другие волнующие темы будут раскрыты на встрече. На лекцию приглашаются все желающие. Второй полуфинал премьер Лиги КВН завершился для сборной Саху Поморы поражением. Архангельская команда уступила права выступления в финале сборной университета Синергия командам Радио Свободы и все серьезно. Однако КВНщикам из Архангельска впервые в истории удалось пробиться на турнир такого уровня. На Первом канале в конце июня-начале июля будут показаны записи трех игр с участием поморов. Новодвинские умельцы стали победителями Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Хоровод традиций», который проходил в Ростовской области. Юные новодвинцы заняли первые места в своих возрастных категориях. Всего в фестивале-конкурсе принял участие 41 регион. Делегация из Архангельской области состояла из восьми человек. Новодвинск представляла трое. Конкурс состоял из нескольких номинаций. Традиционная народная игрушка, куклы, изделия из глины и металла, дизайн костюма, бумажная пластика, оригами, а также изделия из природного материала, дерево, глина, кожа. Именно в этой номинации участвовали наши умельцы. Сначала мы просто показали мастер-классы, ребята на мастер-классах. Потом без педагога ребята должны были защитить свои работы, что Женя, что Рустам. А потом еще уже, когда жюри отсмотрела все эти работы, то есть у кого-то были там какие-то, может быть, еще дополнительные вопросы, то есть они историю должны были хорошо знать тоже, это очень важно. И уже по итогам лучших из лучших, которые уже как бы номинировали на премию, те должны были показать мастер-класс, потому что мы показывали для учащихся мастер-класс, а здесь уже должны были показать мастер-класс для жюри. За четыре года посещения кружка берестоплетения ученик четвертой школы Рустам Габдулхаков не только изучил всеразновидности лаптей, но и сплел несколько десятков. Он лапотник по наследству. Дядя его отца плетет лапти из лыка. Рустам знает о русской народной обуви от и до. Во всероссийском конкурсе он принимает участие уже во второй раз. Конкурс мне очень понравился. Особенно запомнились мастер-классы детей. Также запомнилось самое трогательное. Это было закрытие, церемония закрытия этого конкурса, хоровода, традиции и открытие. Пообщался с очень многими, нашел себе друзей. На конкурсе было представлено множество работ. Как говорит новодвинский лапотник, у ребят было чему поучиться. У Дмуртии там была лоза. Там тоже были сильные ребята из Белгородской области. Там был мальчик по коже, и девочки делали костюмы из кожи. Также в Саха-Якутии там выступали и по глине, и по дереву. Там было очень много участников, более 20 человек. Сейчас у ребят наступили долгожданные каникулы. Кружок на лето тоже прекратил свою работу. Но несмотря на это, у участников прошедшего конкурса уже есть планы на следующий год. Они вновь примутся покорять вершины в народном творчестве. Архангельск вновь готовится к международному турниру по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга «Битва чемпионов-2014». Алексей Карельский встречал современных атлантов в аэропорту. Перед журналистами в этот вечер предстали не иначе, как рыцари круглого стола. Кто из них король, они решат в субботу на помосте пятой юбилейной битвы чемпионов. А пока компетентную оценку предстоящему сражению дает главный судья соревнований Борис Шейко. По звездному составу это одна из сильнейших групп, которые были до этого. Это очень сильнейший. Я вижу по заявочным местам, что и как в жиме лежа, так и в тяге стану. И будет очень сильная борьба, причем борьба на уровне выше рекордов мира. По традиции битва чемпионов проходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко. Все кубки, которые предоставлены и стоят на столе, они являются кубками мэра. В свое время с этой инициативой организаторы вышли к Виктору Николаевичу, было поддержано. То есть эти кубки будут вручать непосредственно Виктор Николаевич. Данный турнир, как уже говорили, грандиозное событие для города Архангельска. Много где был тоже, много где видел разные организации, соревнования и тому подобное. Но подобного не было. Чтобы мэр участвовал в организации турнира, этого не было нигде. Подобная наградная атрибутика не была нигде. Бороться за один из кубков мэра будет и абсолютный рекордсмен мира в становой тяге без экипировки в категории до 140 килограммов латыш Константин Константинов. Старт на битве чемпионов первый для него за два с половиной года. Это то место, куда хочется приезжать, выступать и устанавливать рекорды. В субботу для архангельских поклонников спорта чемпионат мира по футболу отойдет на второй план. Бережем эмоции для битвы чемпионов. Завтра во Дворце детского и юношеского творчества будет за кого болеть и кем поражаться. Алексей Карельский, Сергей Минин, Панорама Севера. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 21 июня доллар США 34 рубля 42 копейки. Евро 46 рублей 88 копеек. Накануне Дня города в Архангельске начнутся мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Архангельской области. 21 июня в 15 часов телеканал ПС в прямом эфире покажет праздничный концерт прославленного Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Впервые 27 июня в 19 часов смотрите онлайн-трансляцию конкурса красоты «Мисс Архангельск 2014». 20 участниц, прошедших кастинг отборочного тура, на ваших глазах продемонстрируют свои лучшие качества. Кто же представит наш край на всероссийском конкурсе «Краса России»? Смотрите соревнования за звание самой красивой девушки Архангельской области в прямом эфире. Празднование 430-летия Архангельска продлятся 4 дня с 26 по 29 июня. Телеканал ПС будет держать вас в курсе всех праздничных мероприятий. 29 июня с 15 часов смотрите онлайн-трансляцию гала-концерта посвящения юбиляру с участием Государственного академического ордена дружбы народов, Кубанского казачьего хора и российской рок-группы ДДТ. И это еще не все. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. До встречи. В Котласе 21 июня облачные с прояснениями погода. Дождь, гроза, до 20 градусов тепла. В Мирном пасмурно. Дождь, плюс 15 градусов. В Вельске в субботу 16 градусов тепла. В Новодвинске ожидается небольшой дождь, плюс 17-19 градусов. В Архангельске 21 июня облачные с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2-5 градусов, днем плюс 17-20. Атмосферное давление будет расти. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова